В прямом интернет-ТВ Елена Юрьевна Шапигузова Это я В общем, мы с ней две коллеги И я думаю, интересно нам пообщаться как раз на эту тему Леночка, вот ты только что прошла, у меня это было два года назад Вот я не пойму еще, с какими чувствами я об этом вспоминаю Вот как прошел вообще для тебя конкурс? Что было вообще? Что чувствовала? Как переживала это все? Ну, по-моему, переживаю до сих пор То есть меня просто переполняют эмоции А сейчас, конечно, это какая-то буря положительных эмоций Не знаю, может быть, даже восторг, гордость То есть все вместе, радость В принципе, я даже не ожидала такого ощущения от конкурса А вот кроме эмоций Конкурс что-то дает? Вот эмоции, понятно, это положительные Все тебя любят, все тебя целуют, восхищаются тобой А вот кроме эмоций этот конкурс что-то дает? Вот как вам кажется? Как, ну не знаю, вот как педагогу, как профессионалу? Вот сейчас я уже понимаю, что безусловно, да То есть мне было достаточно трудно решиться на участие в конкурсе И мне казалось, есть ли в этом смысл То есть я сомневалась, есть ли смысл участия в конкурсе Сейчас я вижу, что безусловно, да Поскольку я изменилась И изменившаяся я себе нравлюсь больше То есть изменилась и в плане личностном И изменилась в плане профессиональном Ну меняюсь во всяком случае Конечно резкой перемены нет Но вот я чувствую, что я уже другая Лучше Мне кажется, да Я тоже чувствую это изменение, Лен Прямо, ну светятся глаза, улыбаешься И даже выглядеть стало по-другому Вот прямо, правда Здорово Ну я тоже вспоминаю У меня, конечно, немножко уже другое Я вот смотрю на тебя и переживала вместе Ведь это все с тобой Все это проходили Да, за поддержку, конечно, спасибо Да, и так это все волнительно Но я ловлю себя на мысли Что наблюдать лучше То есть я бы вот еще раз, наверное, бы не пошла Наверное, через два года, Лена, уже разом включается У меня такая эмоция Да, да, да И вот, конечно, это все очень значимо Очень важно Тебе много дает, да, этот конкурс Но вот у меня сейчас, например, уже какое-то такое другое чувство Я очень рада за людей, которые вот начинают это все Но у меня сейчас какое-то такое желание Вот вообще на что-то другое переключиться Вот вообще не в педагогической деятельности себя уже попробовать Не знаю, настолько педагогики, видимо, много стало В связи со всеми этими конкурсами Вот, а вот, как ты думаешь, вот, случайно? Вот, мне кажется, это вообще уникальный случай Что из одной школы через год победитель абсолютного конкурса городского учитель года Мне кажется, такого вообще не было Что это? Да, мы тоже об этом говорили Удачи, случай, подкупы Вообще, что это? Вот последнего точно не было Я думаю, что тут совокупность И удачи, и случай, и в принципе, это и закономерность тоже Вот эта победа, это ведь не только моя победа, по большому счету Это победа команды Потому что на таком уровне сражаться, скажем так, и конкурировать одному невозможно То есть это вот именно команда А моя команда, это моя школа Но вот я думаю, ты тоже это на себе два года назад прочувствовала Когда понимаешь, чувствуешь, что у тебя тыл Мощный, надежный, который тебя поддерживает Который тебе помогает И опять же, в принципе, для меня очень важно, что этот тыл примет меня любой Примет меня победителем И примет меня, скажем так, не с первым местом То есть любой, какая я есть Потому что люди видели, что я выкладываюсь, я стараюсь А еще знаешь мне, что кажется важным? Как бы понимаешь, что вот твоя победа, на мой взгляд Это подтверждение того, что и вот то, что даже в школе происходит Как-то в нужном направлении Ну, наверное, сама чувствуешь, да, как у нас куча всего и много всего происходит в школе Там и проекты какие И все в этом действуют, все в этом работают И голова уже просто кругом от того, где ты можешь себя проявить Показать, в каком проекте поучаствовать И даже устаешь немножко от этого И начинаешь в какой-то момент сомневаться вообще А вот надо ли это? А зачем так много суеты-то вот вокруг? И мне кажется, вот такие победы, они показывают, что, наверное, надо Что, наверное, надо Да Вот я говорю, что у меня такие же были ощущения Когда действительно масса возможностей предоставляет школа Огромное пространство выбора То есть направление, в котором ты можешь развиваться И в котором ты можешь расти Но ты не можешь стоять на месте Иначе ты не успеешь за своей школой Ну, вот у меня такое было ощущение И вот это вот двоякое действительно С одной стороны, может быть, где-то страшно Может, где-то кажется, что спокойнее отсидеться Постоять на месте А с другой стороны, вот именно, не знаю, жажда участия, жажда деятельности Она все равно есть А вот что дальше? Вот, ну, победила Честно, пока не задумывалась о том, что дальше Все равно еще пока вот на гребне Возвращаюсь опять же к этим эмоциям К этим положительным Каким-то ощущением Хотя вот особой-то передышки не было Поскольку краевому конкурсу пришлось готовиться К заочному этапу Да, да, теперь сейчас еще в крае Еще гонка с самого начала начинается Да, да, да Теперь все то же самое То есть когда-то было ощущение, что 15 февраля все закончится Даже при самом благоприятном исходе А мне? Все хорошо будет Как тебе конференция, на которой мы в воскресенье поучаствовали? За гранью стереотипов А мне, кстати, понравилась конференция То есть настолько необычно представлено Именно педагогическое сообщество И ощущаешь себя частью этого сообщества Вот как раз может быть то, где педагогика уже присыщает И хочется чего-то нового И ты видишь это новое в формате Тебе уже хорошо знакомого и близкого Вот у меня было такое ощущение конференции Понравился я заступающих Ну честно говоря По каждому выступающему Какое-то В принципе двоякое разнообразное мнение То есть с чем-то я согласна В определенных спикерах С кем-то не согласна Но в принципе это яркие личности То есть каждый из выступающих Это яркая личность, которая несет свое видение А тебе, Лена? И все от стереотипов долой От стереотипов что-то новое Я сидела и думала У меня было такое ощущение Что самым не стереотипным сейчас будет Это сделать что-то традиционное Потому что ну так что-то Вот все от стереотипов нас куда-то зовут И мне вот очень понравился Я не помню, к сожалению, фамилию Может ты вспомнишь Вот в Индию-то, который ездил дяденька Андрей Янкин Вот И он как-то Он и еще Порт Пермь, который Да, тут фамилию не вспомнил Да, там Вот Возглавляет И вот там прозвучали такие мысли Что в этой гонке-то За тем, чтобы что-то новое Все время внедрять, внедрять У нас ведь очень много и хорошего Есть Основы и традиции Которые Тоже не хочется разрушать И как-то вот О нравственности многие говорили Я тоже считаю Что вот сейчас как-то Немодно стало Да, что вот это стыдно может быть А это может быть там Ну как-то не позволяет совесть Вообще сейчас понятие Сейчас так вот модно Стереотипно, не стереотипно А я вот так вот Мыслю интересно А как-то другое уходит на второй план И конечно Я вот на этом себя ловила Что хочется уже подумать Не о каких-то интересных формах Самовыражения А о простом каком-то говорить И с детьми, и с собой вообще Вообще как-то О простом хочется разговаривать В последнее время Я согласна, что А я тебе рано Тебе еще Мне еще два года не прошло А у меня сегодня, кстати, снова были Новые ощущения У нас же в школе французская делегация гостит И я сегодня давала ребятам Лицеистам из лицея Сютмедок Урок русского языка Учитывая, что я не владею французским А они русский еще только начали учить У нас, правда, были наши молодые учителя-девочки Учителя французского На подмогу Да, на подмогу в случае, если мы совсем в тупик зайдем И вот тоже ощущение новое и интересное То есть мы пытались понять друг друга С помощью жестов, с помощью иллюстраций каких-то Наглядности Но ощущение, что было весело Было весело, я думаю, что и ребятам понравилось И мне понравилось Не представляю Я учитель русского Как научить иностранца русскому языку, я не знаю Мне кажется, мне проще объяснить одну и две В разных частях речи Чем объяснить, как там, элементарным словам Да, Лен, я же тоже учитель русского в начальной школе И вот именно этот начальный этап Когда я вижу перед собой взрослые Ну, практически в моих рамках Начальная школа, почти взрослые Люди, да, старшеклассники Которые не могут понять без жестов, без мимики Вот тут нам, конечно, было весело Я думаю, мы обогатили друг друга общение Ну, вообще, другие дети Дети другие Вот приходили ко мне на урок Тоже они сидели вместе У нас как раз была тема Гоголь Мы начинали в девятом классе «Мертвые души» Вот И пришли два французских учащихся Они, конечно, ничего не понимали Я единственное спросила Знаете ли вы Гоголя во Франции? Одни ответили Знаем Женитьбу смотрели Я говорю, ну и как? Смешно Самое главное про Гоголя Поняли, что это смешно Вот Но абсолютно другие Вот даже поведение На уроке Отношение к учителю Они с тобой разговаривают Вот как-то Не как с учителем А как Ну, с обычным человеком Эмоции свои Да, да Выражают К этому, правда, такое отношение Неоднозначное у меня Прямо скажу То есть все равно Привыкла, что Урок это определенная Ну, пусть игра Ну, мы Учители Учащиеся Какое-то поведение А здесь нет Никаких рамок Границ Да, да, да Вот я сегодня тоже спросила У девочек-то Учителей Как, говорю, мне представиться Им по имени-отчеству Или по имени И сказали Можно уже по имени-отчеству Они в курсе Что у нас так принято Обращаться К нашу культуру К взрослым людям Да Интересно Лен, скажи, пожалуйста Что там у нас Спецсовет На 2-м числа В школе Не спросила Я слышала Все в работе Эти отработки Все в работе Так я как-то вот задумалась О том, что Кстати, можно Воспользоваться Телевидением Что у нас сейчас Еще снимает У нас спецсовет Он будет открытый Я поэтому хотела уточнить У нас вот было Было принятие Стратегии развития школы Новой Стратегии развития школы Были общественные слушания уже И туда приглашались Разные представители Депутаты были Родители были То есть много Представителей Которые принимали А теперь На педагогическом совете Будет утверждение Вот этой новой Стратегии развития школы И это в общем-то Тоже открытый у нас Такой педагогический совет Куда приглашаются Учителя, администраторы Других школ Поэтому Я думаю Что это будет интересно Если кто-то даже услышит Нас В прямом эфире То мы вас приглашаем Приглашаем Когда? 12-го? 12-го 12-го числа 4 часа Я знаю Ну вот кстати Касаясь Стратегии развития школы Я бы никогда не подумала Что мне это может помочь А вот Оказавшись на круглом столе Это последнее испытание Для участников конкурса Тема круглого стола Звучала таким образом Особенности внедрения Внеурочной деятельности В рамках ФГО И я понимаю То что делала я Я просто рассказывала о том Что есть у нас в школе То есть мы спорили с другими участниками Кстати очень интересные люди То есть каждый свое мнение высказывал А я просто рассказывала То что уже есть То что уже делается И это вот оказалось необычным То есть то что в нашей школе уже есть То есть может быть где-то А вот так вот реально Реально Вот чувствуется разница Вот у тебя какой Второй класс, да? Вот что ты работаешь по новым стандартам Вот реально ты это чувствуешь как-то? Вот реально я себя на этом ловлю Я начинаю ловить себя Второй год уже работаем, да? Что я все равно стараюсь сделать так Чтобы дети были в деятельности во-первых И чтобы не я вела урок А чтобы они его строили Причем вот если бы мне сказали раньше Что сформулируй это Я бы не в жизни подумала Что такое возможно А теперь когда я уже оборачиваюсь назад То есть на эти полтора года Я понимаю, что да, действительно То есть дети пытаются сами ставить цель Урок пытаются сформулировать Какие-то задачи свои Это в принципе интересно Получается естественно Если есть затруднения То есть когда вот они сталкиваются С затруднением То они понимают Что цель-то какая То есть сейчас это затруднение Нужно преодолеть И тогда получается А трудно эти затруднения придумывать? Придумывать, наверное, трудно Надо просто пойти так Чтобы они появлялись сами собой То есть Ну вот мне кажется Надо как бы привыкнуть к этому Войти в это И тогда это становится уже Как бы вот обычным Обычным явлением И вроде как бы уже смотришь И даже не замечаешь Что это что-то другое Что-то новое Хотя, конечно, многое из того Что вводится сейчас Мы и делали уже До того Как появились стандарты Еще? О чем поговорим? Время еще не закончилось Меня многие сейчас спрашивают Как я планирую Да, потратить Супремию Которая мне Которая мне причитается И вот И тут я себя ловлю на том Что о деньгах-то Я пока еще не думала То есть У меня их пока еще нет Их обещают перевести Да, до определенного срока Да, я их потрачу Я знала сразу И я пока так Я ощущаю Вот это Как бы приятное Что у меня там Внушительная сумма Для меня Достаточно внушительная Но пока я еще не решила Я каждый раз Я пока не знаю Да, да 500 тысяч Это так много казалось Вначале Вот у меня пока Такое ощущение Вычтут Значит там 13% Да Это я уже все посчитала Потом приходят Эти деньги И на то Что я задумала Мне еще пришлось занимать Я купила квартиру Конечно же Это серьезное Серьезное приобретение Пришлось занимать Я тоже подумаю Тщательно Чтобы тщательно Все взвесить Как отдать долг Сейчас не знаю Второй раз в конкурсе Участвовать уже не хочу Но думаю Где бы еще взять Столько Конкурс как бы И с этой стороны Можно рассмотреть Ну это хорошо Мне вот интересно И когда я участвовала И вот ты сейчас А вот не победил Вот ты потратил Столько же сил Вот столько же Нервов Вот все Но вот не победил Мне так интересно А вот что человек Чувствует Вот в этот момент Ты Я себя помню Оправдывала только Слава Богу Все не зря Вот эта вот сумма Она дает тебе Понимание Не зря Вот все таки Все происходило А вот человек Который не победил Интересно Зря Я тоже Об этом задумывалась Причем Вот на церемонии Награждения То есть Нашу же номинацию Последней награждали И вот выходят Лидеры в образовании Объявляют Третье Второе Первое Место Я вот смотрю Думаю Какие все молодцы Какие все интересные люди И понимаю Что победитель По большому счету Да действительно Чувствуют определенные эмоции И что Но вот опять же Пообщавшись Вот с теми учителями С которыми мы вышли в финал Еще раз наверное скажу Что замечательные люди Мне наверное повезло Что вот я Была среди Таких людей Потому что Настолько искренне Опять же Поздравляли Вот сразу После вручения То есть У нас Достаточно много Как бы общих тем Уже Каких-то общих интересов Мы общались И вот как-то даже Наверное То есть Я видела Искреннюю радость людей Я видела Что Они тоже Вот В общем-то Они рады Вот этому итогу Вот этому празднику Тому чего Они добились Тому чего Добились Мы все вместе Ну интересно Всяком случае Как это Ну я недавно Встречалась Мы вместе Участвовали Она Не была победителем Да Она была Призером Но сейчас Она уже Завуч Школы То есть Какой-то прогресс Все равно идет Все равно Это толчок определенный Для Для дальнейшего Это продвижения Лена Расскажи пожалуйста Как ты С краевым конкурсом Справилась Справилась Нормально Но на Россию Послали На Россию Послали Вот Так что Я конечно Желаю тебе Это тоже пройти Это конечно Спасибо Мясорубка Скажу я тебе Но просто ради того Чтобы это пережить Уж раз Связалась То мне кажется Вот это надо Пройти до конца По возможности Потому что Это Ну незабываемые Конечно Впечатления От того Что просто Рядом с тобой Проходит президент Ты его видишь Ты можешь с ним поговорить Живую видишь Правда мне не удалось С ним поговорить Там только 15 Призеров Разговаривали Напрямую Это с президентом Я в 15 Не вошла Вот Но я указала ему Путь на сцену Я сейчас всем говорю Тогда еще Медведев Да Тогда еще был Медведев И он вышел И не знал Как на сцену подняться И я ему так Показываю Вот лестница Ну я не говорю А я показываю И он туда пошел Я говорю Вот Петский учитель Показал президент Дорогу Вот Конечно интересно Люди Которые туда приезжают Скажу так Вот из всех С кем я общалась У нас в крае Вот той премии Которую получают У нас в крае В городе Не получают Нигде Я не знаю Москву И Питер Но вот Такого отношения К учителям Нет нигде Наверное И от этого Какую-то гордость Испытываешь За Пермский край И за то Как здесь Все-таки Ну На мой взгляд Вот Стараются Уважать Эту профессию Скажем И даже Кстати Французы Вот они у вас Были на открытии Да И они говорят Когда они были Ошарашены Сами вот этим Вот фанфарами Триумфом Как учителей Приветствуют Победители Они говорят У нас такого нет Вообще Отношения к учительству Хорошо это или плохо Я не знаю Но вот такое Мне кажется Должно быть Отношение К учителю Тем более К лучшим Учителям Да Они как раз Сказали Взяли слово Выступить Поздравить педагогов И сказали Что они Очарованы Той атмосферой Вот О чем я тоже Уже Пыталась сказать Да Вот это именно Атмосферой Дружеской Какой-то Дружественной То есть Не дух Дух соперничества Витал А вот именно Дух праздника То есть Это конечно Очень приятно Да А вот что-то В конкурсе Помогает Побеждать Кроме Это я хочу Как-то От работы Нас еще А то подумают Учителям Стука О работе Говорят Все время Это Ну это Вообще-то Так всегда И бывает Что-то Не о работе Хочется поговорить И вот Как-то Не знаю Как на это Перейти Кроме конкурса Ты чем живешь Лена Кроме конкурса Сейчас вот Честно говоря За последние Моменты Сначала Ноября Сложно вспомнить Чем и живешь Кроме конкурса Вообще Я люблю очень Путешествовать Путешествую И с семьей И одна И даже С учениками Своими Путешествую Куда ездили С семьей И много Где были И много Где еще И не были Но Вот мне кажется На настоящий момент Самое экзотическое Путешествие Это Хиргизия Правда Мы тут ездили Не с семьей Ну как бы Я ездила С племянницей Мы ездили в лагерь Тьютерский Да С пресса И вот это вот Волшебное слово Иссык-куль Я сказала Да Я еду Я еду Однозначно Потому что просто так Я бы туда не поехала А в принципе Это конечно Сказочное ощущение Восхищение С одной стороны Горы С другой стороны Вот это озеро А куда хочется Еще поехать Ой хочется Еще так много Мне советуют Деньги-то потратить Жена до куда-то В кругосветное путешествие На год Теперь говорит Год отпуска И на лайнере Есть Беспрерывного штажа Можно На год Этого хватит Как раз здорово Мне почему-то Захотелось В Израиль съездить Я Была в Турции Прошлым летом Отдыхала И вот там Предлагали путевку Очень как-то Она дешево получается То есть в Турции Это туда Почему-то очень хочется Вот По всем этим местам Пройтись Для меня вообще Вот как бы Эта тема Ну Хочется почему-то Вот это кстати Тоже незабываемое ощущение Я как раз Вот так же из Турции Мы летали в Израиль И когда ты понимаешь Да Что прикасаешься Вот к чему-то такому Вот ты в этих местах То есть да Тоже как бы Становление Какое-то духа Происходит Надо побывать Не там Как это так Так что Это того стоит Сейчас у Лены Спросить О чем мечтает О нас победить Ну наверное Во вкус-то Входишь Победы Да И если сначала Думаешь Что Главное не победа Главное участие То постепенно То Уже хочется Да Постепенно хочется Побеждать А вот Вне конкурса О чем мечтаете Ну пока Оставлю при себе Свою мечту Ты можешь поделиться Ближайшими Своими планами Вот Боюсь это говорить Но по-моему Мечты нет Вот серьезно Есть Я вот Я вот сейчас и ищу У меня сейчас На самом деле Очень такой Я даже Вот об этом же Говорила уже Да Вот что Через два года Это оно немножко По-другому мыслится Хочется чего-то другого Вот Абсолютно чего-то другого Поискать себя Вообще Найти в чем-то другом И пока не могу найти И вот Я это замечаю Мечты Вот прямо Мечты Но это может ли Смотря что Понимать под мечтой Ну я знаю Четко знаю Не могу определиться Да Да Ну я чувствую Что что-то мне надо Не могу понять что Да Мне уже интересно Свои ощущения Через два года После конкурса Нет Ну это Это однозначно Что-то Ну Я чувствую Что что-то Должно Значит Повернуться В моей судьбе Вот у меня Такое уже было Да И у меня есть догадка Что это может быть Вот Поэтому Ну если это приятная догадка Пусть так и будет Да У меня почему-то ощущение Что Все равно Вот Предназначение женщины Самое Такое Вот Главное Естественное Это все равно Ребенок И вот у меня Есть такое наблюдение Например Да Вот Когда я пришла После декрета работать Вот у меня Вообще Декрет Это самое счастливое Время было Вот когда Я носила Ребенка Когда потом Я его вот Родила И воспитывала Когда Вот ты понимаешь Какой-то В себя Погружаешься И вот Где-то там Внутри На самом деле О чем-то думаешь О чем-то Светлом Прекрасном Я в глазах Ребенка Вот увидела Вот Смысл жизни Вообще И во всем этом Потом полтора года Посидела в декрете А Да Вот он Смысл моей жизни Да Вот И когда Я пришла У меня Я устала Потом сидеть В декрете Безусловно Но видимо Вот этот момент Какой-то Ну мне Во всяком случае Был нужен Когда все там Переосмыслилось Что-то Я пришла С кучей идей В школу Мне хотелось Что-то делать Творить И результат Я вот пятый класс взяла Это был прошлый Золотой Считаю Выпуск мой Где было Четыре Золотых медалиста Где были победители Всех конкурсов Вот мне кажется Это потому Что я их с пятого Взяла Вот с такой энергетикой Вдохновением Победа в конкурсе Как раз пришлась На этот период То есть Вот я считаю Сейчас какой-то Проходит такой Период жизни Да Когда Вот я чувствую Что что-то опять надо Вот опять Мне нужно Какого-то Такого вот Не участия Где-то В чем-то А вот В себе Ограничение Да Затишье Вот Не знаю Помолчаю Но оно должно быть Не просто так Дома там Закрыться И там Думать О чем-то И читать Вот не так Переключиться Наверное Просто Вот на что-то Переключиться хочется Не знаю Что это правда будет В этот раз Вот Ну неплохо было бы Кстати Да Мне наверное тоже надо Об этом подумать Я думаю Что об этом надо У меня подруга Нынче родила Я надеюсь Буду крестной мамой А ну вот крестная мама У меня уже четверо крестников Правда Ничего себе Лена Здорово Все уже Закругляться можно Ну вот Смотри Об этом Как незаметно Так волновались Вроде перед началом Ну что Нам уже Сказали Можно заканчивать Лен Я желаю тебе На самом деле Чтобы Все получилось Что на самом деле Хочется Вот реально Что хочется То и получится Потому что Вот я больше чем уверена Что на самом деле Хочется То оно и получается Я тоже согласна Что если очень хочется То и получится И тебе тоже этого желаю А если не получилось Значит не очень не хотелось Так что Получалось Вот И сыну этого же желаю Да Ну все Спасибо За внимание Спасибо Вот и так Поговорили